Актуальная заграница Первый мой вопрос будет связан с тем, как развивалась ваша карьера Ксения Я уже 14 лет работаю в сфере HR Первые 12 лет я работала непосредственно в корпоративной среде Потом я уехала учиться в бизнес-школу в Европу Я училась в бизнес-школе в Мадриде И после этого я решила остаться там Потому что бизнес-школы всегда провоцируют открытие стартапов Что случилось в моем случае Я открыла свой стартап по карьерному консультированию И занимаюсь непосредственно карьерным консультированием Для людей, которые планируют переехать в Европу Тех людей, кто работает в крупных корпорациях в России Либо в странах СНГ Бизнес-образование в Европе одно из направлений И LinkedIn, потому что я понимаю, что он заблокирован в России Но тем не менее это одна из ключевых площадок Для работы с европейскими компаниями И переходом, соответственно, в эту сферу Поэтому сейчас я ушла из корпорации Но тем не менее моя карьера Она очень связана с людьми, кто находится в корпорациях Сколько вы уже времени занимаетесь этим? Последние два с половиной года Спасибо большое, Елизавета Да, я на данный момент проживаю в Лондоне Приехала туда почти 10 лет назад учиться Я училась в КубГУ на специальность управления персоналом Потом перевелась на ту же специальность в Лондон Закончила ее И потом 7 лет работала в рекрутменте Именно с русскоговорящими На самом деле огромный рынок, очень интересно Довелось поработать и с корпорациями С нашими бизнесменами Подбирали персонала в принципе любого уровня Начиная от ассистентов, заканчивая финансовых директоров И так далее И потом в какой-то момент поняла, что все-таки Когда работаешь в рекрутменте Очень много идет от того От запросов в компании Но остается достаточно большой сегмент Профессионалов, с которыми никто не занимается И развитием карьеры, которых никто не занимается Поэтому задумалась об открытии собственной компании И вот это сначала начала как бы Как такой бизнес on the side, так сказать Полтора года назад И вот в начале этого года Уже основательно полностью Начала заниматься бизнесом То есть мы помогаем развивать карьеру В Великобритании русскоговорящих профессионалов То есть у нас два сегмента Те, кто уже живет в Великобритании И те, кто хочет переехать в Великобританию С целью трудоустройства Благодарю, Елизавета А много ли работают людей в вашей компании? У нас четыре человека пока что Мы как стартап Здорово? Да, да Благая цель Это... Да Будем развиваться На самом деле запросов все больше и больше Поэтому мы надеемся, что поможем большему количеству людей Реализоваться в Великобритании Поэтому будем расти Спасибо Вы упомянули, что вы перевелись из московского... Краснодарского Краснодарского Вуза в Великобританию Как вам это удалось? Насколько это вообще реалистично на сегодняшний день? Вы знаете, мне всегда говорили, что вот нужно только получать A-levels или foundation, учиться в школе На самом деле разница просто в высшем образовании Великобритании в том, что там начинается чуть-чуть попозже Поэтому нельзя переехать, если нельзя начать учиться в университете, если вам меньше 18 лет У нас университет 10 лет назад на тот момент начинали мы в 16 лет Поэтому вот два курса, они как раз закрыли вот эти два года недостающих по возрасту И Великобританию очень простая система, на самом деле государственные системы очень хорошо организованы То есть я без помощи каких-либо консультантов просто подала заявку через централизованную систему в 5 университетов Три университета мне приняли меня, и один университет принял меня сразу на второй курс бакалавриата Они мне зачли вот эти два года, которые я учила в КубГУ, потому что та же самая программа, примерно похожие были предметы И поэтому это значительно сохранило деньги моей семьи и уменьшило время моего обучения То есть я училась всего два года в Лондоне, получила степень бакалавриата с отличием Даже медаль получила за особые достижения И в принципе, да, вот мне очень повезло, что я таким образом перевелась И не нужно было никаких подготовительных курсов проходить Да, спасибо за ответ, действительно интересно А скажите, требовались ли какие-то специальные экзамены, тестирования? Только английский, то есть нужно было сдать академический IELTS Определенная планка была для того, чтобы его сдать Я с сентября по март каждый день занималась по 4 часа английским То есть это реально было, вот у меня такой был коммитмент Я решила для себя, что я хочу поступать и хочу его сдавать Летала в Москву, но в тот момент в Краснодаре не было возможности сдать IELTS И вот я его сдала успешно То есть университеты Великобритании, они дают либо кондишнл оффер То есть основные каком-то условии или анкондишнл У меня было кондишнл оффер, то есть университет сказал, если вы сдаете IELTS Вот на такую-то оценку, мы вас принимаем Мне нужно было перевести транскрипт моих предметов и так далее Но это все-таки были просто бумажки А экзамен нужно было только английский сдавать Спасибо большое, интересно Ксения, скажите, а легко ли найти работу в Европе на сегодняшний день? Ну я бы сказала, это такой философский вопрос, да, потому что любую работу найти нелегко для хорошего специалиста Это как в России, так и, соответственно, в Европе Естественно, в Европе идет, если мы говорим о русскоязычных специалистах, которые находятся в России Либо в странах СНГ, это документы То есть всегда все упирается в документы Вакансии они существуют, их достаточно много Вопрос вашей специализации, опыта работы, знания языков, как всегда Потому что Европа, она большая Если мы говорим конкретно о Великобритании, да, о чем Лиза говорит То, естественно, это английский язык, и, в принципе, его можно только прокачать Если это европейские страны, там тоже можно только на английском Но всегда большой плюс, когда вы знаете еще дополнительные языки Во многих офисах не хватает английского для ежедневного общения Поэтому работа есть, возможности есть, а дальше уже упорство и подготовка серьезная Спасибо, а какие страны европейские наиболее привлекательны для поиска работы и переезда? Ну, опять же, возвращаясь, что Великобритания опять из-за языка И опять же из-за возможностей, да, именно документальных Потом Германия очень хорошо у нас идет Швейцария, потому что в Швейцарии также очень много идет на английском языке И там много офисов международных компаний То есть это такие вот из тех стран, на которых мы концентрируемся Еще также идет туда Швеция, вот уже скандинавские страны Ну, вот, например, я их не включаю в свою специализацию Но знаю, что там достаточно большие возможности тоже есть Спасибо А скажите, а какая целесообразность европейским компаниям привлекать экспатов, по сути, работать у себя? В целом, в Европе перемещение людей между странами очень активное То есть, наверное, этим они отличаются Потому что Евросоюз, да, он объединяет 28 стран сейчас И, соответственно, люди перемещаются спокойно То есть им не нужны никакие дополнительные документы для этого Поэтому они вообще, в принципе, скажем так, к иностранцам относятся спокойно Поэтому здесь, как бы, если нужен русский язык Если нужен русский язык, очень многие, я думаю, вот Лиза поподробнее расскажет Именно конкретно о банковской сфере, например, в Англии То же самое банковская сфера в Швейцарии Очень много российских предпринимателей там Соответственно, им требуется общение с иностранными компаниями В том числе с Россией И они хотят, чтобы русский язык был такой, как основной хороший язык Естественно, сами понимаете, европейцам выучить русский язык очень сложно То есть, вообще, европейцев с хорошим русским языком очень мало Хотя они есть, есть, прям вот иногда общаешься, но это здорово Елизавета, кому реально переехать в Великобританию? И на какие вопросы себе сначала следует ответить, прежде чем решаться на такой шаг? Когда ко мне кто-то обращается, кто находится за пределами Великобритании, хочет переехать Я всегда их спрашиваю, готовы ли они биться вот прям до конца То есть, если человек воспринимает это как такую авантюру То шансов у него переехать совершенно нет никаких Всегда, ну это абсолютно нормально, как для студентов, так и для профессионалов Если вы ищете работу, это занимает, это очень энергозатратно и занимает очень много времени Поэтому, если человек работает, я вас спрашиваю, сколько времени вы готовы выделять в неделю на поиск работы? То есть, в некоторых случаях это может быть по 2-3 часа в день А вы готовы после работы приходить домой и заниматься подачей заявок на позиции, рассылкой каких-то резюме И так далее, потому что только таким образом вообще возможно переехать В любом случае английский, он нужен в Великобритании, это без вопросов Даже просто, чтобы пройти интервью, да, то есть, конкуренция просто огромная Если вы не в состоянии пройти интервью и рассказать о себе в лучшем свете, то у вас абсолютно нет никаких шансов Представители некоторых профессий тоже достаточно сложно найти работу Очень большой сегмент Ко мне вот буквально недавно обратилась русско-горячая девушка в Дубае, которая работает в гостеприимстве То есть, она работает в отеле, причем там не ресепшн, а какая-то у нее позиция Тут очень сложно, просто огромное количество европейцев, даже Eastern Europe, да, Латвия, Литва Которым бюджет, которым не нужна на данный момент виза Они, конкуренция слишком большая среди людей То есть, нужно разрешение на работу Из разрешения на работу нужны определенные квалификации Нужны опыт работы в конкретной сфере И вот, если это такие невостребованные профессии, то однозначно сложно их будет найти А кому еще точно не стоит ехать? Да, мне кажется, шанс в принципе есть у всех Если очень сильно захотеть, вот это такое правило жизни И если вот иметь такой внутренний, что ли, стержень и непоколебимость, что это получится У меня был случай, один молодой человек мне позвонил, сказал из Москвы Вот я хочу переехать в Лондон Я говорю, да, почему? Говорит, я засыпаю, вижу Лондон Просыпаюсь, вижу Лондон Больше ничего в моей жизни интереснее у меня нет Поэтому у него обязательно все получится Поэтому вот такой настрой, он важный, хотя это сложно Спасибо Ксения, возвращаясь к вам Скажите, а в каких компаниях лучше искать работу? Естественно, лучше искать в компаниях международных Там, где, опять же, используется английский язык Если мы говорим в целом про Европу Потому что, например, я могу сказать на примере Испании, где я живу в Мадриде Если вы подадите заявку в испанскую компанию, даже в крупную То без знания испанского языка шансов у вас просто не будет То есть, естественно, если мы говорим о том, что большинство Все-таки россиян, кто приезжает, у них хорошие английские И бывает, что есть хорошие дополнительные языки Но чаще всего это хороший английский И на каком-то среднем уровне там испанский, итальянский, французский И они приезжают и начинают его подтягивать Поэтому, естественно, нужно в первую очередь осматривать офисы международных компаний Там всегда это проще Опять же, там проще адаптация с людьми То есть, там привыкли, что там есть иностранцы Потом это стартапы То есть, опять же, возвращаясь там и к Лондону, и к Испании В принципе, все другие европейские страны Сейчас стартапы, они готовы брать иностранцев Именно по той причине, что это такое расширение горизонтов То есть, они очень Ну, с разных сторон смотрят на свои идеи Также, на самом деле, вся банковская сфера Вот банковская сфера почему-то очень любит иностранцев И берут с большим удовольствием всегда Ну, а в принципе, как правильно сказала Лиза Что если есть желание, то можно искать Прям вот таким с упорством Искать в любой сфере работы Это непросто То есть, я вообще всегда говорю, что работа Что поиск работы – это работа То есть, это надо понимать сразу То есть, просто найти случайную вакансию Откликнуться на нее, получить предложение Наверное, такие шансы есть Но это удача огромная Так вот, прям с первого раза сразу Спасибо У меня вопрос сейчас к обоим гостям Вы упомянули, что каждая из вас Открыла свой стартап И мне бы хотелось подробнее узнать О деятельности И чем вы можете помочь нашим слушателям Возможно, которые планируют переезжать И трудоустраиваться в другой стране Елизавета, начнем с вас Чем занимается EP-Advisor, да, наша компания То есть, мы предоставляем услуги карьерного консультирования У нас несколько сегментов Пакетов услуг То есть, это для соискателей, которые планируют переехать Это студенты и выпускники На самом деле, очень большой сегмент Я очень активно работаю с британскими вузами То есть, с русскоговорящей студенческой диаспорой В Великобритании Мы устраиваем лекции, мероприятия Помогаем трудоустроиться студентам Очень интересный момент для ваших слушателей В частности, для молодых специалистов Это сейчас есть очень интересная программа Обмена студентов Это T5 виза Она дает возможность пассажироваться в Великобритании Это 12 месяцев То есть, если вы выпускник российского вуза В течение последних трех лет вы его закончили И у вас есть желание поработать Вы можете очень уверенно начать поиск работы Основываясь на том, что получить разрешение на работу Вот именно это временное для студентов Намного легче, чем обычную рабочую визу Вот у меня сейчас очень много молодых специалистов из России Именно к нам обращаются и переезжают На самом деле, очень интересная возможность Также мы оптимизируем личный бренд Потому что, безусловно, знаем все о стандартах рынка труда Как должно выглядеть резюме Что нужно писать в сопроводительном письме Что такое LinkedIn Как им пользоваться Как искать работодателей Точно так же про интервью Какие вопросы задают Что ожидает работодатель услышать Когда вы им говорите Когда они задают конкретные вопросы И, в принципе, вот такой полный перезагрузка Такая профессиональная человека И подготовка Такой тренинг, что пошире Да, да, да И вот, конечно, мы еще проводим тренинги, мероприятия Которые направлены как раз-таки на расширение У меня вообще задача нашей компании Это расширить представление русскоговорящих профессионалов О карьерных возможностях в Великобритании Которых огромное количество Вот вчера у нас проходил тренинг в Москве И мы... Я просто в LinkedIn забила слово Russian В разделе позиции И вышло 700 открытых вакансий сейчас на LinkedIn Для русскоговорящих людей в Лондоне Это, конечно, может быть, не все они такие прямо актуальные Но чтобы просто понимать, насколько широкий рынок труда И на данный момент где-то свыше 30 тысяч Русскоговорящих профессионалов работают в Лондоне Только в Лондоне, в одном городе В абсолютно разных профессиях, специальностях, компаниях И поэтому возможностей очень много Спасибо большое за ответ Ксения У меня все-таки больше специализация Это просто карьерное развитие То есть я не делаю упор именно на Европу Потому что это одно из направлений В большей степени я работаю просто с профессионалами Которые задумываются в целом о построении своей карьеры Серьезно, системно Соответственно, я работаю как и очно То есть это через консультации Так и большое направление У меня это онлайн образование И сейчас еще новое направление Онлайн образование это будет для детей То есть это профориентация уже таких вот Совсем подрастающего поколения Соответственно, здесь входит полный спектр То есть это понимание того, что я хочу как профессионал Где я сейчас нахожусь, в какой точке А Куда я хочу прийти, в какую точку Б И, соответственно, вот то, о чем говорила Лиза То же самое То есть там идет собеседование, как правильно проходить Отец в медцентре при приеме на работу Как уже находясь внутри компании Выстраивать общение с своим работодателем Как просить о повышении и так далее То есть такие стандартные для меня вроде бы вещи О которых многие профессионалы не задумываются Опять же все зависит от внутренней структуры компании Где-то очень сильно HR-департамент работает С карьерным развитием сотрудников Там люди, в принципе, достаточно понимают Куда им двигаться Если в компании этого нет То здесь приходим на помощь мы Спасатели, которые помогают в этом определиться Следующее направление – это бизнес-образование в Европе Здесь уже концентрация идет на Европе Потому что я и в корпоративной жизни очень много этим занималась И иногда понимаю, что иногда не стоит идти в бизнес-школу Тратить очень много времени и денег Какая-нибудь краткосрочная программа Вам поможет намного даже больше И вашему потенциальному работодателю И текущему работодателю Это будет намного полезнее от вас Получить там какой-то определенный сертификат И вот такие основные направления Там, опять же, я говорила про LinkedIn То есть это таким отдельным блоком идет Потому что LinkedIn я занимаюсь не только для профессионалов Это LinkedIn для бизнеса, для развития бизнеса Это LinkedIn для профессионалов И LinkedIn для HR-ов То есть непосредственно тех людей Кто ищет этих самых профессионалов в LinkedIn Спасибо вам Но, как я понимаю, вы локализуетесь в России Я в Мадриде В Мадриде То есть и вся деятельность осуществляется оттуда Да У нас полностью выстроена деятельность онлайн То есть Елизавета тоже знает эту систему Естественно, люди находятся по всей... На самом деле это вся Россия Все страны СНГ И у меня еще очень большой поток клиентов Это люди, кто живут уже в Европе То есть они уже приехали по каким-то причинам Кто-то приехал по работе Кто-то приехал по замужеству Будем честными То есть у всех свои причины Люди были хорошо реализованы в своей стране Например, там в Москве кто-то работал И при переезде возникает вопрос А что, могу ли я сразу найти здесь работу То есть если человек, как Лиза рассказывала Приезжает, приходит уже с запросом Я хочу переехать, помогите мне устроиться То он уже целенаправленно переезжает Но очень многие переезжают не по этой причине Либо они переезжают также по образованию А потом, после образования, не могут найти работу Спасибо Приходится обращаться Приходится обращаться Я поняла Елизавета, скажите А с чего вообще стоит начать поиск работы в Европе? Осведомиться у визовых опций Понимать вообще, какие варианты возможны Конкретно для вас, для вашей профессии Какие-то разрешения еще на работе Да, да То есть обычно во всех европейских странах Понятно, что моя экспертиза по Великобритании Но также хорошо знаю и Германию, и Швейцарию Но практически во всех странах вы не имеете права Приехать в страну и искать там работу То есть прежде чем вы приезжаете Переезжайте Вам нужно найти работу Получить предложение о работе Контракт И только с этим контрактом идти получать разрешение на работу Поэтому сначала нужно Мы делаем анализ опций То есть, как я уже говорила Если это молодой специалист То мы все-таки предлагаем Тир-5 в Великобританию И в Германию В Швейцарии есть такая же программа И тогда по этому пути человек идет Если это более опытный специалист Здесь нужно смотреть В Европе очень много дефицитных профессий То есть профессии, которых не хватает специалистов Вот здесь самый легкий вариант переехать Это как раз инженерные профессии То есть это автомобилестроение Нефтегазовая индустрия Даже аэро Все, что связано с самолетами и так далее Очень много IT-специалистов То есть сейчас развивается Искусственный интеллект Программирование Даже такие вещи, как какой-нибудь дизайн Игр Программирование То есть все, что угодно Связано с техническими такими Бэкграундами Конечно, медицина Но с медициной немножко сложнее Потому что просто переехать Допустим, с российским образованием Медицинским нельзя Нужно делать переквалификацию Это достаточно сложно Далее, конечно, это юристы На самом деле очень интересно Но в Европе очень не хватает юристов Кстати, говорят, что в Италии юристы Это вторые самые богатые люди После Селебритис всех Представляете? И на самом деле Очень большой недостаток юристов Причем квалифицированных Вот, например, в Великобритании Очень ценятся Даже квалифицированные в России юристы И в странах СНГ Почему? Потому что Очень много корпоративных кейсов И все, что происходит В корпоративном мире Ведется под именно английским правом И здесь нужно знать и то, и другое То есть у них есть квалифицированные Британские юристы И есть русские Которые работают в команде И они максимально Такой пакет All round Представляют клиенту И клиентам это очень нравится Поэтому они, в принципе, в Лондон Едут за юридическими услугами Если как что-то сложное Происходит даже в России В любом случае Нужно смотреть по определенным Профессиям Также Внутрикорпоративный переход Про который Ксения говорила То есть если вы уже работаете В компании в крупной В России Вы можете заявить о том Что вам интересен международный опыт Подать опять заявку На какую-то вакансию В европейском офисе И перейти То есть вот такие три сегмента Разрешение на работу Это первое О чем нужно Осведомить себя Чтобы вообще понять Реально или нет Потому что иногда бывает Что ко мне обращается клиент И я говорю Вы знаете В вашем случае Я никак не могу вам помочь Потому что Ваша профессия Не очень востребована Она не дефицитная Вы не молодой специалист Вы не работаете В крупной компании Сейчас Поэтому шансы Что какой-то работодатель Вас заметит И захочет вам сделать Визу И разрешение на работу Очень маленькие Поэтому мы очень реалистично Подходим К этому вопросу И даем свое Экспертное мнение Да это важно Спасибо Ксения Вам наверное Есть что добавить Я хотела Давайте как раз То что Лиза Говорила Про внутрикорпоративные Переходы Когда Говорим Про вообще Про востребованные Профессии Давайте Начнем Про востребованные Все-таки Вообще Востребованные Профессии Естественно Инженерский состав Это вообще Даже не обсуждается У нас их и в России Не хватает Что в чем смысл То есть люди хотят Уезжать А нам здесь Своих специалистов Не хватает Второй момент Это IT Которых все говорят Вообще Когда видят Чем мы занимаемся Первый вопрос Ну вы понятное дело Вы работаете с IT-шниками IT-шник как-то Без нас зачастую Устраиваются В одно удивление Они сами Вообще Могут много чего добиться Потому что Им зачастую Языки бывают Ненужные Им в принципе Смотрят на их проект Если у них Хороший проект То любой работодатель Как-то с ними Договорится На любом языке Без знания На базовом Английском Все будет решено Поэтому Естественно Не надо Как бы говорить Что вот есть Только востребованные А дальше Вообще Смотреть не нужно Естественно Реалистичный подход Вот о котором Говорила В том числе Из-за этого Это совершенно Это логично То есть мы Со своей стороны Говорим свое мнение Но если человек Будет Ну как бы Скажет Нет я хочу Он все равно Должен пробовать Если это его мечта Если это его цель Ну в конце концов Мы никогда не знаем То есть один шанс У него на миллион Точно есть Может быть Он выиграет Это дело Что касается Внутрикорпоративных Переходов Естественно Это один вообще Из самых таких Лучших Идеальных Переходов Для любого сотрудника Потому что Он уже работает в компании Он знает внутреннюю структуру Он знает внутренние регламенты Единственный момент Я могу сказать Как сама Человек Который специалист Работал В глобальной корпорации Приходят люди Говорят Я хочу перевестись сразу Они на собеседование Сразу говорят Что я к вам В принципе ненадолго Я к вам Такой шажочек Окно в Европу Я к вам зашел Естественно Работатели такого не любят Есть определенные Политики и процедуры Например В моей конкретной компании У нас была четкая политика Что минимум нужно отработать Три года в одном офисе То есть вы пришли в Москву Три года должны отработаться в Москве А потом По определенным процедурам Вас должен отпустить Ваш работодатель Должна быть в другом офисе вакансия Вас должны там акцептировать То есть там свои процедуры И это нормально Поэтому Когда человек ищет работу Именно с подходом Что я хочу перевестись Потом куда-то в Европу В Америку В Азию Не важно То есть там Где его компания Распространена Глобально Именно по офисам Лучше всего Найти где-то инсайдерскую информацию А есть ли там вообще Эти процедуры Может быть в принципе Там никого не переводят Такое тоже может быть А если перевели Каких-то два человека Это может быть Какой-то исключительный пример Там с какими-то Очень сильными экспертизами Или очень узкой экспертизой То есть естественно Это такой очень спорный момент Но переводят Вот удивительно Когда мы с Лизой Мы много общаемся Потому что естественно Мы работаем на смежных рынках В общем-то у нас Очень четкое разделение идет И переводят Совершенно разных людей Персональных ассистентов переводят Вроде бы кажется Что такое персональный ассистент Я считаю Что персональный ассистент Это очень важная профессия Но, тем не менее, переезжает генеральный директор, он говорит, а я хочу, чтобы со мной ехал мой ассистент, потому что я привык к ней, я хочу, чтобы, вот это моя правая рука, и переводит профессионал, и переводит. Да, зачастую такое случается. Елизавета, я вижу, что вы хотите добавить. Еще хотела сказать, вот добавить просто к тому, что сказала Ксения, иногда, заявив о том, что вы хотите получить международный опыт и имея в голове Европу, это не всегда может так случиться. Вот конкретный пример, мужчина в нефтегазовой сфере, работал на крупную нефтегазовую компанию французскую в России, сказал, я хочу в Европу, хочу, не в Европу, хочу получить международный опыт, потому что нельзя сказать в лоб, я хочу там по Францию, да, к примеру. И мы сказали, окей, давайте, два года будете работать в Иране, потом мы вас переведем во Францию. То есть здесь вот помимо того, что надо три года проработать в России, там в зависимости от компании сколько лет, потом вам не факт, что могут предложить Европу, да, то есть, но, если у вас цель, и дальнейшая Европа, то нужно понимать, что какие-то шаги нужно будет предпринять, скорее всего, между вашей работой в России и работой в Европе. Да, стоит ли об этом позаботиться. Скажите, Елизавета, а котируется ли наше образование, полученное в России и странах СНГ, при поиске работы в Лондоне? Очень важный момент в Великобритании ценится больше всего опыт. То есть, если вы, допустим, получили образование в лингвистике, но после этого работали пять лет в маркетинге или там еще где-то, то если ваш опыт релевантный, вам не нужно будет делать никаких переквалификаций, вы можете прекрасно переехать в Великобританию и себя прекрасно там чувствовать. То есть это абсолютно нормальная ситуация. Если, например, это бухгалтерия, либо это какие-то финансовые услуги, вот у нас, например, финансовые услуги очень регулируемые, то есть нужно получать определенные квалификации, чтобы вас просто допустили к работе, например, с клиентами с высоким доходом. В этом случае, конечно, нужно получать квалификации, но, допустим, бухгалтер, у меня много клиентов в России, которые дистанционно получают бухгалтерские квалификации, СССР или СИМА, они все представлены в России, те же самые инститюшнс, так называемые, которые британские, и вы получаете сертификат и можете прекрасно переехать в Великобританию. На самом деле у нас существует НАРИК, это организация, которая подтверждает диплом. И за 100 фунтов вы можете прислать все свои документы, и они скажут, что ваше высшее образование эквивалент такого-то. То есть нужно понимать, что, например, образование, когда наше еще было 5-летнее, это не эквивалент магистратуры. То есть в резюме нельзя писать «магистратура» в экономике, потому что все-таки магистратура, это по-другому она... То есть, допустим, если вы в НАРИК придете, они вам скажут, что это бакалавриат, просто длиннее программа. Поэтому, если вы получаете дипломы соответствия, российские университеты очень хантируются, на самом деле, в Великобритании. У нас очень много работодателей знает МГМО, и МГУ, и Высшую школу экономики, и вот при правительстве Российской Федерации финансовая. Да, да, то есть и в принципе СППГУ, то есть даже в регионах, и в Краснодарских университетах даже котируются. На самом деле, очень много людей из Краснодара в Лондоне, кто вот как раз-таки перевелся из университетов. Поэтому абсолютно возможно котируются. Главное — иметь релевантный опыт работы и навыки. А скажите, а как они оценивают этот вот релевантный опыт работы и присущие навыки человеку? Ведь то, что заявляется в резюме и порой пишется в трудовой книжке, не всегда является таковым. А зачастую в России работодатели нанимают своих сотрудников по трудовому договору, и тогда вообще никаких записей не существует. У вас есть резюме, в которое вписываются все ваши обязанности, которые вы делаете в вашей конкретной работе, в вакансии позиции. Поэтому на интервью вас просто очень конкретно спрашивают. В Великобритании любят очень много конкретики. То есть если вы пишете, что вы занимаетесь, например, SMM, там social media marketing, не знаю, почему-то меня в маркетинг тянет, то вас будут конкретно спрашивать на каких платформах, какие вы делали campaigns, что вы использовали, используете ли вы Google Analytics или Яндекс Analytics или Метрику, как вот это работает, дайте конкретный пример, что вы здесь делали, а какие у вас бюджеты были, а какие результаты. То есть если вы этим не занимались, очень сложно это придумать. Еще интересный вопрос иногда задают, особенно молодым специалистам из России, которые пишут, что они в 23 года уже директора каких-то там делов. А расскажите, как проходит ваш день? Вот вы приходите в 9 утра, там 8 утра, в Великобритании начинаем в 9, в 9 утра на работу. Вот что вы делаете первым, что вторым, что третьим. И человек, который не особо в своей работе профессионале, но он не сможет ответить на какие-то такие простые вопросы, как структурируется его день, там какие-то конкретные примеры дать. И плюс, конечно, технические навыки все проверяются. То есть если вы говорите, что вы знаете Excel, вас его обязательно проверят. Если вы знаете какие-то программные языки, вас их тоже обязательно проверят. То есть это все, ну понятно, квалификации, там это подтверждается. У каждой квалификации сертификата есть свой код, он просто забивается онлайн и проверяется наличие. Спасибо большое. Ксения, вернемся к вам. Как вы считаете, насколько предыдущий опыт, полученный в России, влияет на поиск работы в Европе? Я думаю, очень сильно влияет. Вот что сейчас, в принципе, озвучила Елизавета, это релевантный опыт должен быть. То есть опять же в зависимости от кейсов, которые вы сделали. То есть в принципе самое важное из опыта, это действительно реализованные проекты. И результаты этих проектов, как плюсы, так и минусы. То есть мы не только говорим, что он реализован и отлично он реализован, но мы можем вынести из каждого своего проекта какие-то сложности, которые были сделаны, озвучить их и сказать, вот я это так сделал, а теперь я понимаю, как нужно было исправить. То есть вынести урок, так сказать, преподнести будущему работателю, почему это не получилось так успешно, как вы хотели. Поэтому, естественно, опыт очень важен, он даже важнее действительно, чем образование, потому что образование это такая вещь прикладная, достаточно можно ее всегда там что-то доучить. Сейчас огромное, вот как Лиза сказала, сертификации, которые проходят онлайн, онлайн образование, бизнес-школы, все практически переходят в онлайн режим. То есть вы можете жить в Москве, учиться в Нью-Йорке и приезжать туда раз в полгода на какую-то краткосрочную сессию. То есть в принципе образование сейчас, оно важно именно с позиции документов. Но все равно вот любят, меня спрашивают молодые такие специалисты, а можно вообще не получать высшее образование. Давайте вот как-то без него обойдемся, сейчас вот мир живет по-другому и так далее, но все равно мы еще живем в том мире, где бумажка нужна. Вот нужен документ, что-то вы делали, где-то вы закончили. Поэтому, естественно, образование дает общую структуру, опыт дает уже такой прикладные вещи, когда мы умеем что-то руками делать, когда мы умеем анализировать данные, применять их в работе и извлекать свои, соответственно, уроки из того, что мы сделали. Очень важно, очень важно, естественно, компании, в которых вы работали. Поэтому, если мы смотрим именно стратегический подход к выстроению карьеры, нужно вообще сразу понимать, вот, не знаю, 22 года, да, человек, который не сразу может переехать в Европу по разным причинам, он говорит, я хочу там через какое-то время приехать. Вот это очень логично выстроить карьерный план, а что будет ценно там через 5 лет, когда он собирается переезжать? Где ему сейчас начинать, в какие компании эти? Если это технологичные какие-то вещи или там стартапы, то отлично, есть очень много интересных стартапов российских, которые выходят в том числе на международный рынок. Стоит прийти к ним, поучиться у них чему-то и в Европе этот опыт будет цениться. Благодарю вас. На моем опыте многие сейчас уезжают учиться в бизнес-школу. Насколько это гарантирует вообще и последующее их трудоустройство? Вот как на вас? Вообще не гарантирует. Никакая бизнес-школа, никакой университет не гарантирует трудоустройство. Даже если они заявляют об этом, что есть определенные гарантии, что у них есть какой-то процент закрываемости вакансий, это именно процент. А дальше уже исходит от вас, никто вас не заставит работать. Вакансии, они всегда, я могу сказать просто как сама, как человек, который закончил бизнес-школу, естественно, у нас были предложенные вакансии. Я, например, для себя лично не нашла ничего из того, что предложили. Но бизнес-школа в первую очередь это нетворкинг. Вообще для чего люди тут в бизнес-школу? Не сильно за знаниями, будем честными. Бизнес-школа это как раз атмосфера, это очень много контактов, которые вам дают не только из студентов, из приглашенных людей. У нас было огромное количество людей, приходивших из стартапов, из инвестиционных компаний, которые рассказывали о том, как нужно это делать, как нужно вообще презентовать свои проекты, а какие вообще возможности есть в европейских странах, какие можно получить гранты и так далее. Как можно в этот стартап попасть просто на позицию руководящего, например, или специалиста. То есть не начиная свой стартап, а просто посмотреть, как это работает изнутри. Поэтому ничего, гарантий никаких нет. Это честный ответ. Гарантия не дает, но дает огромное количество контактов, когда вы сами можете провести инициативу. Я могу сказать, что я со своей стороны во время прохождения бизнес-школы ходила практически на все внеплановые мероприятия. Плановые мероприятия это отдельная тема. Там надо ходить, можно ходить, можно не ходить. Это такое, вот это нужно. А все, что устраивается вне плановых мероприятий, вот их нужно посещать обязательно. Потому что там приглашается огромное количество гостей из разных стран, из разных городов. Приходите, общаетесь, знакомитесь. Я в свое время там как раз познакомилась с одним генеральным директором агентств кадровых, который занимается Испанией и Латинской Америкой. То есть вот прекрасный рынок, просто так у этого человека навряд ли найдете. И вот от него как раз-то после бизнес-школы я получила предложение о работе в Латинской Америке, от которого я отказалась, потому что это не стало моей мечтой отъезд туда. Но бизнес-школа мне этого не предложила. Поэтому я считаю, что бизнес-школа дает контакты, а дальше это вот уже ваше желание их брать, реализовываться, общаться с людьми. Благодарю, Ксения. Елизавета, скажите, ну тоже известно, что в Великобритании достаточно сложно поступить в бизнес-школу. Что скажете вы и помогаете ли вы в этом? Да, опять нужно понимать, что подразумевание под бизнес-школы. Все-таки в Великобритании немножко по-другому. Есть вот европейские бизнес-школы, у нас это обычно университеты, у них есть факультеты. То есть есть LSE, UCL, тот же самый Кембридж, Оксфорд. И их факультет, который включает все бизнес-программы, он называется бизнес-скул. Не знаю, почему-то так у нас. Поступить, да, конечно, нужно написать мотивационные письма правильные, нужно, опять же, знать английский, нужно иметь определенные оценки, если вы, допустим, поступаете на магистратуру. И отбор идет очень жесткий. Но это реально, у нас на самом деле какая-то статистика вышла, что в этом году Британия выдала в три раза больше студенческих виз россиянам, чем когда-либо вообще. То есть на самом деле, я тут нормально, все у всех получается. Но я вот хотела еще сказать по поводу трудоустройства. На самом деле, очень много русскоговорящих студентов, которые приезжают в Великобританию, у них очень сильное заблуждение о том, что, закончив престижный университет, им сразу предложат работу. Но таких, как они, более того, всем россиянам нужна виза. То есть понятно, что там немножко легче получить послесуденческую рабочую визу, но это не так. Люди из Кембриджа и Оксфорда, и ЛСС, и UCL, и Кингза, и Касса, все уезжают домой по одной простой причине. Они не работают во время учебы. В Великобритании опыт работы ценится намного больше, чем престижность университета. То есть если вы закончили университет, и у вас ни одного месяца, ни стажировок, ни работы, ничего нет, шансы, что вы найдете работу, очень маленькие. Ко мне приходят люди, студенты за три месяца, иногда с родителями, говорят, боже мой, найдите нам работу, у нас виза заканчивается через месяц. Ну, в этом случае очень сложно что-то найти. А если делать все правильно, если проходить стажировки летом, пока вы, например, получаете бакалавриат, или работать на полставки во время обучения, это разрешено. В Великобритании вы можете работать 20 часов в неделю, тогда шансы у вас просто огромные, и все получится. И точно так же про профильные мероприятия. Вот, например, я всегда за то, чтобы ехать в Лондон учиться, потому что там очень много возможностей, очень много мероприятий. У меня очень много студентов знакомятся с теми же самыми Чичваркинами, Тимуром Артемиевым и так далее, и потом им предлагают работу в их же стартапах, в их компаниях, потому что заметили их. То есть, если вы активный как студент, если вы знакомитесь, делаете нетворкинг, тогда, безусловно, у вас все получается в дальнейшем с работой. А если нет, то, к сожалению, нет. Услышала, спасибо. Скажите, давайте поговорим об имидже людей, которые ищут работу. Насколько это важно? Вот тот же LinkedIn, соцсети и так далее. Начнем с вас, Ксения. Ну, LinkedIn в Европе – это основная площадка по такому профессиональную. Есть еще Ксинг в Германии, я думаю, Лиза подробнее расскажет, потому что она им пользовалась. Я расскажу непосредственно про LinkedIn. В Европе, в отличие от России, где есть HeadHunter, на котором собраны все профессионалы, которые только возможны, мне кажется, от секретаря до генеральных директоров, они все находятся, в Европе нет единой базы, то есть базы, скажем так, резюме, то есть одной. Поэтому есть огромное количество разных платформ, где люди ищут работу. Притом они делятся, я даже могу сказать, на примере Испании, нет единой, на маленькую Испанию вроде бы, нет единой никакой платформы. И там разные платформы, зависит от специализации. Это очень сложно. Поэтому и рекрутерам это очень сложно. Поэтому что они делают? Они вполне логично, LinkedIn приняли с огромными распространственными объятиями. И пользуются им очень активно. Пользуются как с размещением платных вакансий, которые там есть, но все же понимают, что зачем платить LinkedIn, если мы можем прокачать свой профиль в LinkedIn и, соответственно, публиковать свои вакансии в лентах. То есть чаще всего рекрутеры европейские, если вы будете смотреть, они будут публиковать просто в своей ленте. То есть у них будет огромное количество контактов по какой-то специализации, если они занимаются, и они будут видеть эти вакансии. Соответственно, если человек видит эту вакансию, ему нужно как-то откликнуться, у него должен быть хороший профиль в LinkedIn. По крайней мере, он должен быть настолько составлен, чтобы можно было сразу понять, чем человек занимается. Поэтому это вот полное описание, и summary должно быть хорошо написано, и опыт работы должен быть описан. То есть если человек активно ищет работу, у него, по сути, свой LinkedIn должен быть как хорошее такое резюме. Если он не активно ищет работу, то должно быть просто понимание, кто он и что он. Всегда может выйти какой-нибудь headhunter и предложить еще интересную вакансию. Но помимо LinkedIn, естественно, есть и другие социальные сети, которые точно так же проверяются. Очень у них любят смотреть там и Facebook, и Instagram могут зайти посмотреть. То есть действительно, это общее представление о человеке. Вот вчера вот как раз был тренинг, мы как раз показывали такое, как один из примеров, когда Лиза просто забивала, например, свое имя, да, и мы видим, что появляется. И мы забивали имена участников в том числе, да, и смотрели, что появляется у них. То есть это самый первый момент. Зайдете в Google, например, забиваете свое имя, смотрите вообще, что-то есть о вас или нет. Иногда лучше, чтобы ничего не было, чем что-то плохое, так как мы понимаем. Либо, соответственно, нужно, естественно, как-то проявляться активно, чтобы мы были на верхних строчках с вашим именем. Кстати, LinkedIn прекрасно сразу появляется в ленте. Поэтому если у вас профиль в LinkedIn нехороший, когда вы забиваете свое имя, первая строчка появляется именно она. Спасибо. Елизавета, добавите что-то? Да, обязательно пишите свое имя в LinkedIn абсолютно идентично с тем именем, который у вас в резюме. То есть обычно все-таки вы, например, подаете через резюме, работодатель будет просто копировать ваше имя из резюме, забивать его в Google, смотреть ваш LinkedIn. И по поводу соцсетей просто сделайте все настройки, допустим, для друзей. Понятно, если там какие-то креативные индустрии, вам хочется показать, чем вы занимаетесь, вы что-то пишете интересное, вы журналист, тогда, конечно, можно открывать какие-то посты. Но лучше, конечно, чтобы это было просто более или менее профессиональное фото даже в соцсетях и как что-то такое нейтральное, соответствующее вашей профессиональной линии. То есть если вы бухгалтер, наверное, там какие-то очень креативные или там, может быть, в купальнике в полный рост не нужно делать. Опять, я ничего не имею против каких-то вечеринок, альбомов с фотографиями, с отдыха. Но лучше пусть они будут для друзей, а не для дальнейших каких-то ваших карьерных решений, которые, может быть, присылать. Поэтому вот это важный момент. Благодарю вас. Тема действительно интересная. И о ней можно говорить долго, не один эфир. И я думаю, слушателям также это будет актуально и интересно, потому что у нас много молодых слушателей, которые только планируют свою карьеру или думают, как развивать текущую. Мне бы хотелось, чтобы напоследок каждая из вас что-то пожелала нашим слушателям. Ксения. Я хочу пожелать слушателям, чтобы вы не боялись, что если вы планируете переезд, то вы подходили к этому системно, скажем так, стратегически, и не отступали при первых, скажем так, ошибках. Потому что они у нас всегда возникают, не всегда все получаются с первого раза. Самое главное — не сдаваться. Если есть мечта, если есть цель, то идти к ней несмотря ни на что. Спасибо. Елизавета. Похоже, хотела пожелать. На самом деле, да, решительный настрой. Ориентироваться на победу. Не ориентироваться и не давать себе возможность сомневаться. Потому что как только вот это вот сомнение закрадывается внутрь, оно к себе начинает притягивать подтверждение того, что это не получится. Но мне кажется, когда вы посылаете запрос, и когда реально вы знаете, что это реально, то есть если вы как бы еще сомневаетесь, не знаете, а если что, то да нет, у меня все получится. Тогда обычно цели добиваются в любой сфере. Это не только в карьере, это может быть в каких-то личных, в спортзале и так далее. То есть вот уверенность в себе, хотя это очень сложно, я понимаю, но хотя бы даже может быть не в себе, а в том, что достигнуть этой цели реально. И ставьте себе, то есть если у вас цель переехать в Европу, разбейте ее на маленькие-маленькие шажки, которые можно делать каждый день по 30 минут, по часу. И это обязательно куда-то приведет. Потому что, конечно, переехать в Европу очень такое большое что-то, да. А если разбить это, подавать на 10 заявок в день, например, или отсылать 10 компаниям в день резюме, но это не так уж страшно, да. Поэтому вот я бы так посоветовала делать. Да, действительно, тут важно не бояться, верить в собственные силы и прибегать к помощи профессионалов. Все-таки это всегда заканчивается большим успехом, на мой взгляд. Каждый должен заниматься своим телом. Абсолютно. Согласна. С вами была Актуальная за границей. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова